Энергетический щит, конечно, выставить можно, но структура нестабильная и долго не продержится, поэтому все на движении, всегда на движении. Может они намеренно это делают, рассказывают, что мы знаем, как это сделать, а вы накапливаете. Я пришла к китайцам, я к ним ходила на иголки, меня под иголками накрыла откровение чакральная система, что она на самом деле не линейная, как везде рисует, а что она на сферах, что первая и седьмая не одинаковая и так далее. Самое главное, вот она, вот она коронная чакра, самое главное. То есть развитие именно себя как человека, человеческая чакра. То есть вот это накрыло, ну второй раз думаю, пойду еще, может что-нибудь еще накроет. И тут я понимаю, что что-то не то происходит, и я так начинаю потихонечку разведку. Вообще в курсе там про меридианы, про чакры, мне сразу отрезали, это к тибетцам, это не к нам. То есть либо у них закрыто это все теперь, как коммунистический Китай, либо они не хотят этим делиться. То есть что, ну, я очень удивилась, что они не знают ничего, ну в смысле со мной не стали разговаривать на эти темы никакие. Что я им попыталась как бы осторожнее. А они вот категорически никак. Не, но они же делают. Я когда они же механически делают, а ты же осознанием делают. Не, они просто знают точки на теле, где нервные узлы проходят, сосуды проходят, нервные узлы. Так это анатомия, это чистая механика. А что энергия как идет, они не знают. То есть просто активизация каких-то нервных узлов, да. То есть они говорят, заучивки находятся. Да, да, да. То есть я видела, как они еще точки, то есть я попыталась объяснить, что у меня не там меридиан проходит, что немножко в сторону, в Тинус. Вот, они мне сказали, это к тибетцам. Все, у нас этого нет. В Советском Союзе этого нет, и в Китае теперь тоже этого нет. Так что вот я разочаровалась немножко в китайских традициях. Теперь даже в Китае традиции все похерены. Ну не все, может быть, это еще сохранено. Но то, что они отдают публично, это уже лучше не слушать. У вас есть пассовое состояние, у вас есть учителя, у вас есть информационное пространство, у вас есть генетика, у вас есть ДНР. Там есть все. Все, что вам необходимо, все в этих структурах есть. Включили, осветили, пошел процесс, работаем. И не нужно ломать голову и пытаться придумать что-то, фантазировать вообще без проблем. Никаких книжек, все это выкинуть можно, все ваши книжки. Понимаете, что книжку написал человек, рассказал там, как он об этом думает. Это в лучшем случае, а чаще всего они друг у друга переписывают. Потому что берешь книжки разных авторов, а там текст один в один. Просто переписывают друг у друга. Причем не вникая, судя по всему, в то, что переписывают. Поэтому учитесь сами. А напомните, пожалуйста, фильм, где про кожаную подошву, как он назывался? Да нет, фильм дуразовый на самом деле. «Ученик мага», «Ученик чародея», «Ученик чародея» с Николасом Кэтчем. Нет, там как бы ерунда, я просто удивилась, что вот в этом детском фильме, в этой ерунде я вдруг услышала эту информацию. Откуда не знают. Много фильмов таких, в которых проскакивает. Например, «Матрица» первая. Именно первая. То есть вторая, третья там уже бред, как будто они сами уже не знали, что делать. Но в первом вот я смотрела, я просто сидела вот так вот с глазами, думаю, как вообще «Цендура» пропустила это, потому что это правда. Ну там очень много важных моментов проскакивает, очень много. Как вообще это пропустило? «Атрасса 60» кто видел? Мой любимый фильм просто. Смотришь его, просто тоже поражаешься, как вот это пропустили вообще в принципе людям. Это же там очень много моментов, по которым можно учиться, буквально учебный фильм. То есть художественно хороший фильм, по которому можно учиться. А что взяли, что все могут учиться? Половин тупых. Нет, кто хочет учиться, то и кто дорос. Половин не увидит того, что видите. Ну правильно. Ну вы-то увидите. Поэтому и пропустили. Ну может быть, может быть. Хотя все равно меня удивляет. Мне кажется, что должна быть какая-то цензура. Есть. Ну редко-редко такие фильмы попадают. Где действительно смотришь и очень похоже. Ну вот последний фильм смотрела «Доктор Стрэндж». Ну меня просто веселило, ну я понимаю, как бы себя уважаю. Это вселенная Марвел. Понятно, это не наш мир, не наша вселенная. Это вселенная Марвел, где люди рождаются только с одной целью. Только с одной. И вот вообще больше никаких целей в жизни нет. Это только драться. Мы пробуждаемся, мы развиваемся в особенности только с одной целью. Набить кому-нибудь морду. Все. Зачем еще можно развиваться? Зачем нам способности? Зачем нам кундалини? Зачем нам энергии? Только с одной целью. Кому-нибудь морду набить. И все. То есть я это понимаю, я прекрасно понимаю, что так и есть. Почему бы нет? Есть такая Вселенная, где вот это единственная цель жизни, все может быть. Но картинки, которые там показаны, они очень красивые. Кто еще не смотрел, сходите, посмотрите. То есть я всем говорю, да, что вот это ваша перспектива, то, как вы будете видеть мир потом. Ну, после пробуждения второй кундалини. После первой такого не будет, наверное, эффекта. А вот после второй, когда вы смотрите на пол, и у вас все поехала, это плитка. Причем там видно, что не в тумане это все, не глюк, а именно, что четко все видно, и плитка раздвигается. Стены сдвигаются, дорога поднимается. Вы все это будете четко видеть. То есть разболтали точку сборки, поехало все. Отдышались немножко, все встало на место, развернулось. Вот, то есть абсолютно реальность. Перспективы такие вас радуют? И вот, да, чуть-чуть отвлекся от материального плана. Говорю, тут я сейчас все больше вижу, что материальный план, это как некая декорация, ширма. То есть если попробовать что-то пристально посмотреть, сразу объекты исчезают. И вот как там нарисовано было, да, какой-то космос, какие-то такие измерения светящиеся. Вот так все это действительно... Ну, я так и вижу, как вы там фильме изобразили. Очень похоже. Вот. Но он выдвинул правильную идею, герой фильма. Это ЛСД. Под ЛСД видно точно так же. И у меня не было ЛСД в жизни. Я просто видела... Книжка попадалась, И там было как бы рисунки. Ну, женщина пошла на эксперимент, она приняла ЛСД и рисовала, что она видела. Вот. А у меня как бы глюк случился со мной. То есть в медитации все решила как бы помедитировать. Там нашла какую-то информацию, все это распаковала, все получила. И потом, когда я вот это читала, ее отчет как бы в картинках, я увидела все то же самое, один в один. Потому что у меня было под медитацией, у нее было под ЛСД. Поэтому вот очень много сходств, видимо. Да, очень большая экономия. Да, главное, организм не травится, и все здорово. Ну, как вот помните, когда Кастанеда прошел, вошел в моду, все кинулись как бы на наркоту. Все развитие под наркотой. Да, и причем, но оправдывалось это, что без этого никак. Ну, в случае с Кастанедой, да, там действительно было никак, потому что Кастанеда был американцем. Я общалась с американцами, и мне их до слез реально жалко, потому что настолько зашоренный, закрытый народ, насколько жесткий. Как его вообще можно было сдвинуть, я не понимаю. Его, видимо, только наркотой можно было сдвинуть, без вариантов. То есть вот сдвинуть его, естественным путем, было невозможно. Скорее, его бы добили, чем сдвинули. Поэтому под наркотой. И вот на фоне того, что начали люди заниматься с наркотой, стали появляться тренера, которые этим же и заманивали. Они говорили, приходите ко мне, я научу вас, как получить тот же эффект без наркоты. То есть вот это было хорошее такое движение. Так вот, как бы одна из перспектив базовых упражнений, это получить галлюцинации без наркоты. Причем качественные галлюцинации, очень качественные. Четкие, с детализацией, там все очень хорошо видно. Ну вот как пример, помните, вот Люси еще был фильм, когда она там сидела и там рассматривала мамонтов, динозавров, там еще что-то. Вот такой эффект получить очень легко, причем, даже на первой кундалини сможете это получить. То есть просто берете энергетику пространства, ты как бы вот по времени сдвигаете и начинаете прямо только открытыми глазами видим, что вот вместо домов там лес появляется, потом как-нибудь гора, там озеро, потом до динозавров, до мамонтов доходим, там дикие люди, ну все это, прям видишь, как кино, вот так вот, бегает перед тобой. То есть это все вот реально, опять же. И не надо ничего принимать, там опять же на наркоте, да, фильм. Никаких наркотиков, просто базовые упражнения, разбалтывание, точечки сборки, умение чакральное считывание информационных слоев, все, все, больше ничего не нужно. А почему отличается ровница наркотиков, как действует наркотик? Наркотик, во-первых, неизвестно, куда вас сместит, это разбалтывание, смещение восприятия, и либо в вашей фантазии, либо в реальность, но, если общались с наркоманами, ну, с теми, кто занимается, вернее, с помощью наркотиков, то, в общем-то, могли наблюдать, что первые, вот раз они принимают, да, они смещаются в реальность, то есть они видят вот эти вот реальные слои, вот, но в дальнейшем следующий прием, ничего не происходит, то есть вот он принял и не поймал тот же эффект, ему нужно увеличивать дозу, вот, и здесь получается, что он постепенно увеличивает дозу и теряет связь с реальностью, то есть дальше мультики все не связаны с реальностью вообще, то есть происходит окостенение. Технически вот, пандолины, наркотики, они одинаковые, на одно и то же воздействуют, или как? Первый прием может быть одинаковый, то есть на точку сборки, разболтывание происходит, а потом в дальнейшем организм начинает от этого защищаться, и дальше идет наоборот, сжатие, точка сборки прибивается гвоздями, и ее уже невозможно будет разболтать, и в дальнейшем смещение, смотреть идет только в иллюзорный план, только в фантазии. Это потому что решения внутреннего у человека нет, что будет? Не оправдывайте себя. Значительная, это физиологическая реакция организма, идет разрушение, идет уничтожение, идет интоксикация организма, организм включает защиту, поэтому энергетическое тело, и физическое, они входят в режим защиты. Под алкоголем то же самое, то есть в каких-то дозах алкоголь может давать разболтывание, и мы видим, вот это свечение, еще что-то можем видеть, но если дозировка чуть больше, организм испытывает большие нагрузки физиологические, входит в режим защиты, энергетическое тело зажало, все, мы уже ничего не видим, а дальше вы будете чертиков ловить, при увеличении дозировки, регулярности приема, то есть уже все, никаких не будет эффектов. То есть самый простой, безопасный и дешевый способ, это все-таки научиться это делать самому. Тут в принципе, то чтобы разболтать точку сборки, всего-то, ну каждый из вас же уже разболтывали же точку сборки, ну, трудно разве, просто чуть усилили энергопоток, и все, причем любым способом, шоколадкой, любовью, сексом можно, чем угодно, все, что вам как бы в жизни есть, все это можно использовать для того, чтобы временно усилить поток, он задевает точку сборки, и мы получаем какой-то эффект галлюцинации. Почему нет? Абсолютно дешево и безобидно, и безопасно. И организмы здоровеют. Вопросы, пожелания, претензии? Ну вот про учителей как говорили, да, вот вопрос, который я вам там задавал, вы говорите, отвечу сейчас. Когда вот мы семинар собираем людей, вот ваши завученики спрашивают, ну, я так говоря, мы вроде все равно знаем всю эту информацию, четыре базовых, ну, вы это тоже самое, делаете четыре базовых, открываете кундулинии, все, вам больше ничего не надо. То есть, вот целесообразность посещать, ну, вот сюда же даже приходить, да, на эти семинары. Раз учителя, в принципе, не могу. Она есть какая-то все-таки, или нет? Да нет, конечно, это все исходит из человека, можно не посещать такие занятия. Здесь, ну, суть в том, что либо человек варится в своем, и, и как всем говорю, что когда мы только изучаем базовые, обычно первый, второй раз, да, просто с перепугу получается качественно, да, помните, как вы начали делать? Вот первые разы, когда делали, оно получалось действительно качественно, какое-то смещение происходило, какие-то ощущения, вибрации, там все такое. А потом вы уже как бы делаете, делаете, и постепенно эффект ослабевает от упражнений, да, потому что, да, потому что, во-первых, вы стремитесь к вчерашнему результату, во-вторых, механические действия, формальные действия, то есть, вы уже в это не вникаете. То есть, я видела такие случаи, которые, ну, вот я говорю, да, что там вот на заводчике, допустим, первый час базовый, потом это, а, базовый я знаю, я пойду покурю. Вот, зачем я с вами сижу, я же тоже делаю практики с вами, и слушаю каждого из вас, чтобы уловить какие-то нюансы, чтобы подсказать, где на что обратить внимание, да, а вы знаете базовое, знаете, а почему не делаете тогда вопрос? Почему не делаете тогда? То есть, получается, что, в принципе, не вредно будет просто, во-первых, здесь вот эти намышленники, мы собираемся вместе, здесь мы друг друга усиливаем, не за счет энергообмена, а за счет того, мы потихонечку стабилизируемся, и уже такое достаточно большое скопление стабилизируем в разных таких каналах, да, мы усиливаем друг друга за счет того, что мы рядом, просто рядом, вместе, и что нам не нужно притворяться, нам не нужно прикидываться, нам не нужно следить там за лицом, например, да, то есть уже более расслабленно мы делаем практики, мы понимаем, что здесь более безопасно, например, сделать практики, и можно вовремя там вопрос задать, или еще что-то, или просто даже не задавая вопрос, сразу какое-то ощущение получить, каких-то новых нюансов упражнений. Поэтому, в принципе, вы можете самостоятельно делать, но если чувствуете, что эффективность падает, то, в принципе, почему бы не посетить какое-нибудь групповое занятие? Или даже меня не будет между собой вместе собраться, у кого-нибудь там на квартире по 3-4 человека, почему нет? Помните, что в любых условиях, в любых местах, в любое время делаем практики. И чем более разнообразные будут условия, тем лучше. Поэтому я считаю, что это не вредно совершенно. Другое дело, что, допустим, если у вас в группе получается, а дома нет, вот тогда лучше не посещать групповые занятия ни в коем случае. Потому что в данном случае получается, что вы получаете результат за счет других людей. Поэтому мы делаем и в группе, и самостоятельно, и понимаем, что нам без разницы. То есть не где-то лучше, где-то хуже, а нам без разницы. Что дома я делаю, что в группе у меня получается одинаково хорошо. Это уже хороший результат, когда вам уже не нужно занятие. Если есть разница, если вы зависите от погоды, от настроения, еще чего-то, то, естественно, мы меняем условия выполнения упражнений. То есть я не думаю, что прям какие-то... То есть я не могу сказать, что обязательно приходите ко мне, да, не могу этого сказать. Но при этом смотрите по себе. Ну и потом у учителя у вас есть. Если вам край как надо, вас цену приведут, хотите вы или нет. Если вам не очень надо, то у вас есть выбор, идти или не идти. Ну и понимание, зачем вы придете, что вы хотите получить. То есть погружение, оно отсюда родилось, да, вот из того, что вы перечислили, просто вот сам формат вот этого. Формат погружения, это не я придумала на самом деле, это взятое из боевых искусств. Просто вот все больше как бы погружаясь во все это, все больше вижу сходств между боевыми искусствами и какими-то магическими практиками. И там, и там те три аспекта обязательно в боевых искусствах, то есть если правильно преподается, то обязательно используется и физический аспект, безусловно, и энергетический аспект, психический аспект. Обязательно изучается целительство, потому что если человек не умеет оказать помощь себе или тому, кого он там повредил случайно, то, соответственно, ну какие могут быть там боевые искусства. Это же искусство, это же не убивать, не драка, а именно искусство. И самодисциплина очень жесткая, что там, что там, должна быть очень жесткая. И тренировки очень похожи именно вот как на некой тренировке именно боевых искусств. Потому что здесь именно путем повторения каких-то вот монотонности, может быть, упражнения, мы достигаем понимания какого-то приема движения энергии. И в боевых искусствах то же самое. То есть не понимаешь упражнение, просто его делаешь, 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 в какой-то момент приходит понимание, как это связано с дыханием, с энергией, как это работает. То есть что в магии постепенно мы приходим к тому, что не надо ничего делать, мы просто живем, наслаждаемся, и все у нас происходит так, как нам нужно. И в боевых искусствах, как говорят, что мастер может противостоять десятерым бойцам, а хороший мастер сделает так, что бой вообще не будет. То есть я видела такой бой, ну как бы там даже боя не было. То есть два человека вышли, постояли друг против друга, поклонились и разошлись. То есть они все это сделали на энергетическом плане, один из них признал себя побежденным. То есть не каждый день такое увидишь, но бывают такие мастера, которые не будут драться. Так же, как в магии. То есть не надо махать руками, составлять ритуал. Достаточно просто войти в нужное состояние, все вокруг. Я всем говорю, да, сделайте базовый, влезьте в драку. Или увидите драку, сразу войдите в базовый и влезьте в драку. Потому что пока вы не увидите, как это работает, вы мне не поверите на слово. Это надо именно видеть, что когда вы в базовом состоянии, ну более-менее в базовом, не 100%, может быть, достаточно хотя бы чуть-чуть приблизиться к этому пониманию. То есть когда вы влезаете в какой-то конфликт, в спор, в драку, в истерика, что-то происходит такое достаточно агрессивное и шумное, вы туда просто влезаете, ничего не надо говорить, ничего не надо делать, вы просто влезли, просто туда стоите. И просто смотрите, как это на людей влияет, как они успокаиваются, как они светлеют, как у них уходит агрессия. Это надо видеть своими глазами, чтобы в это поверить. То есть вот я всем рассказывала, да, как я на концерте «Рамштайн» была в фан-зоне, да, когда меня окружили эти двухметровые бритоголовые, эти нации в камуфляже, половина из них пьяных, там часть под наркотой, и я такая маленькая там стою, где-то с ними у них подмышками так. Я думаю, ну мне кирдык, меня затопчут просто в процессе концерта. А дальше действительно, кроме как чудом, это назвать было невозможно, что наркоманы почему-то сразу начали падать в обморок, так как только первые аккорды, они стали падать передо мной, один упал, второй упал, и вот эти нации, которые я думала, что сейчас всех будут затаптывать, они их на руках вдвое подбегали, одного унесли, сложили там у заборчика, второго отнесли, сложили у заборчика. Прямо передо мной кто стоял, наркоманы, они стали падать, просто как подкошенные. И вот эти вот рядом, они переносили их, складывали, потом они начали трезветь, просто было видно, очевидно, что они трезвеют потихоньку. Естественно, этот раж, этот кураж, эта музыка, колонки здесь рядом, все это шум. Потом, когда мутор, достали телефон, мама, песня для тебя. Вот, а потом, когда фаер-шоу, да, полохнуло огнем, и люди просто как домино начали падать, то есть эта толпа пытается отступить, сзади люди, они спотыкаются, падают, я просто стою и вижу, как эта вот толпа, она так падает, я думаю, ну все, сейчас меня точно затопчет. Эти два бугайя рядом, раз, меня так подмышки отставили в сторону и кинулись девушек поднимать, они там, кто-то плакал, испугался, что, ну, такая давка просто началась. И они прямо, вот эти вот нации, вот эти с бритыми, этими висками, всех девушек на ноги ставят, все-все-все, всех утешили, все спокоили, фаер, все хорошо, все замечательно. Такая была прямо обстановка дружеская, я просто поразилась. То есть вот на фоне того, что вот, как это было начиналось, да, вот эти вот бугайи, вот эти вот пьяные, с пивом там, с матами, все это, и как это потом все происходило, это протрясающе просто. Вот поэтому, кто бы мне не говорил, что Патронштайн, это самые крутые ребята на свете. Мне сам понравилась постановка сцены, как они вот старались до каждого донести, потому что вот у нас фан-зона, да, сцена, а там вип-зоны, да, вот эти вот другие, там, далеко, они далеко. А так вот над нами был мостик такой, и там вторая сцена, они периодически по этому мостику, то есть для всех они играли, там играли, нашими головами играли, здесь играли. А самый потрясающий момент, который я пережила, сначала только началось, все подняли руки, да, там это, а я ничего не вижу, то есть меня так загородили, я такая стою, ну сначала пыталась прыгать там это, а потом, ну а что, ну спины, я где-то по подмышке вот так вот стою, ну думаю, ладно, буду стоять слушать. Такая, вдруг чувствую, вот на мне, ну бывает такой взгляд чувствуешь, да, я такая, это вот смотрю, значит, вот эти подмышки, щель такая образовалась, и их бас-гитарист, он встал на одно колено и играл вот прямо глядя мне в лицо вот так вот, ну то есть я близко стояла достаточно, и вот ощущение, что он увидел, что я там подпрыгивала, упал на сцену для меня, и для меня играл, чтобы я его увидела, это было, знаете, как трогательно. Вот, то есть всем рекомендую попробуйте, я тоже не очень поняла тогда вообще, в чем был конфликт, потому что у нас появился грабитель на районе, значит, бегал, сумки срывал, кошельки, телефоны, и всех достал, потому что грабежей много, как бы описание одно и то же, поймать его не можем, неуловимый там, ну примерно показывает, в каком районе он пропадает, и там уже там подняли всех, и нам уже пришли, сказали, ящик шампанского, кто его поймает, и тут у меня что-то, ну, дали мне наряд ребята, и ребята что-то загорелись, и говорят, а давайте, поймаем, ну давайте. Вот мы полезли по всем чердакам, пролазили, потом по канализациям, потом по теплотрассам, и этот, ну, я тогда после травмы была без собаки, они меня оставляют снаружи, там вытаскивают из теплотрассы, там парни мне его передают, сами дальше пошли там вытаскивать бомжей, там еще кого-то описывать, а я этого парня повела сдавать, и пока идем по дороге, он начинает колоться, я понимаю, мы его нашли, у него повесили там 54 грабежа, несколько убийств на нем было, я мне прям все рассказывал, что там, как он их убивал, за что убивал, вот, я просто иду, у меня кабура расстегнута, думаю, нифига так я бы встряла, как бы хорошо, но он прям послушно шел со мной, всю дорогу тарахтел, пришел, сразу начал все там, это все расписывать, все рассказывать, потом меня отловили участковые, сказали, ты сейчас стреляй, нафига ты его притащила-то, он все подписал, совсем согласился, я не поняла, в чем суть, ну, могу бы только предположить, потому что я работы участковых не знаю, что на их участке это происходило, и они не ловили, их всех лишили премии, а квартальные премии это прилично у ментов, вот, их всех лишили премии, ящиководкой мы не увидели, офицеры в главке получили звездочки за него, за поимку там какие-то премии получили, мне фигу, естественно, ребятам тоже фигу, так что обманули везде, но кто-то там, да, себе медальку повесил за то, что поймали опасного преступника, так что везде врут. Да, ну, в этот момент уже практиковали? Да, ну, я с детства практикую. А там все равно страх был, что-нибудь, когда вы его ввели? Нет, страха не было, какой страх, нет, мне сейчас бояться нельзя, я была на стороже, то есть кобура расстегнута, уже прикидывала, но я понимала, что стрелять не буду, то есть не будет такой ситуации, но на всякий случай я как бы вот, ну, то есть как у меня в генетике там заложены навыки телохранительства, вот этого, защиты, охраны, они, потому что я инкассаторов сколько провожала, я прямо видела, что это профессионально, что я держу инкассатор именно как положено, хотя мне никто этому не обучал в этой жизни, а как-то вот навыки сохранились. Вот, ну, в милиции было опасно работать в том плане, что я предвидела преступления, находила преступников и начали потихоньку подозревать, что я где-то с ними заодно, где-то с ними связана, поэтому приходилось менять место службы, ну, хорошо, что в милиции не надо увольняться, просто сменила, делала и все, вот, поэтому в этом плане старалась не светиться. Когда говорят, что там типа экстрасенс помогают ментам, неправда это все, никто к этому хорошо не относится, позитивно и сразу настораживаются. Мне одно время, когда все в руках летело, ломалось, вот эти керамические какие-то артефакты мне подсунули, потом говорят, хорошо, что тебе хрустальные шарфы не дали, все это взрывается, кружки взрывались в руках, там, ну, с керамика, металл, любые металлические какие-то конструкции в руки берешь, просто в хлам, в винтики все просто рассыпаются. И я как раз в этот период проходила обучение в учебном центре Ментовском, мне тоже что-то в руки дали, оно просто рассыпалось, и рядом майор был, он все это увидел, и потом он за мной ходил, а вот это потрогай, а вот это возьми. Я не старалась там себя все-таки сдерживать, как-то это, там, заземляться, закрываться, чтобы, не дай бог, заметили что-то, что-то не то происходит. Лучше не светиться в государственных структурах, я считаю, лучше аккуратно все это проходить. Показалось, померещо, совпало, это не я, вопрос, всем пожелания. А еще можно раз про договор. Как это вот еще раз делается? То есть это с кем договор? С самим собой? Да. То есть мы понимаем, это первое, главное условие. Если договор не выполнен, значит мы кандалине не приступаем. Задача договора, помните, это постепенно по увеличению нагрузки мы учимся работать, как бы ни было противно, как бы ни было страшно. Мы просто доводимся в это состояние, что я знаю точно, что я смогу. Если меня прижмет, если мне это будет нужно, я это смогу. Поэтому мы учимся сначала на простых каких-то действиях до понимания, что да, страх не то, чтобы полностью ушел. Понятно, что мы не можем полностью глушить страх, потому что адреналин это полезная вещь. Ускорение идет реакции и быстрее реагируем. Потому что знаете, да, вот есть две реакции на страх. Оцепенение и наоборот, быстро человек соображает, бегает. Вот нам нужно добиться, чтобы мы быстро соображали, бегали. Ни в коем случае не оцепенение, потому что когда вот там какие-то энергетические происходят вещи, нам ни в коем случае нельзя оцепенеть, что что это, что я, ну не теряться. То есть как только что-то происходит, мы сразу раз расслабляемся, сразу раз как студень начинаем на потоках, да, двигаться. То есть ни в коем случае не костенеем, не цепенеем, не боимся, что делать, что делать. То есть призрака увидели, сразу раз расслабились, и с призраком танцуем. Мы приучаем себя к этому Ни в коем случае не было оцепенения Чтобы от страха не было Сведения скул Кулаки не сжимались Ни с живота Можно просить друзей, чтобы вас напугали Можно ходить на фильмы ужасов Можно в темноте по городу погулять Суть в том, что вам страшно Вы сразу расслабились Мы расслабляемся Вздрогнуть можно Это не проблема Некоторые плачиваются что все равно продолжаю сдрагивать, нормально, что вы сдрагиваете, но сдрогнули, тут же сразу расслабились. То есть если вы сдрогнули и остались в этом, вот это смертельно, для нас смертельно. То есть суть договора — подготовка к дальнейшей жизни, потому что будет страшно. Это вам сейчас кажется, что это не страшно, когда увидишь мир немножечко другим, не так, как тебя обучали, не так, как у тебя фиксировано. На самом деле состояния довольно-таки неприятные, когда вот это все понимаешь, что-то здесь вот не то, да, начинает разбалтываться. А вот одно у меня откровение было, когда я поняла, что кошмар на улице Фязов — это абсолютная реальность, что во сне действительно можно получить повреждение, с этим повреждением можно проснуться, можно умереть во сне и уже не проснешься, то есть можно погибнуть во сне. То есть вот это вот, казалось, это просто вот, ну, сон, в смысле неправда, фантазия, но когда уже сталкиваешься конкретно, попадаешь в эти ситуации, когда там неорганики тебя запирают, да, когда ты просто потерялся в этих слоях сновидений, когда ты просто понимаешь, что ты не можешь проснуться, ты не знаешь, где твое тело, проходишь там через какие-то слои, где ты весь там в синяках, в порезах, ты просыпаешься, у тебя все порезы, синяки, шишки, все, на голове, все это вот как бы в наличии имеется, и тут ты уже не свалишь ни на воображение, ни на что-то, то есть абсолютно реально, то есть получил повреждения и перенес их на физический план. Поэтому здесь еще больше надо осторожности проявлять, аккуратности, прибирать за собой, следить за энергопотоками, потому что основная наша проблема, то есть из-за чего можно погибнуть, например, это растратить энергию, а восполнение энергии это 20 минут, и не всегда у нас есть эти 20 минут. То есть иногда за эти 20 минут вас несколько раз приготовят уже. Вот, поэтому, либо мы всегда на потоках, но этому еще учиться нужно, либо мы учимся, ну, то есть ищем варианты, что мы будем эти 20 минут делать, пока идет восполнение. Ну, как предлагалось всем, как вариант, например, это защита, орденская защита. И у всех есть орденская защита? Не у всех есть. А как это проявилось? Там просто формула вхождения во взаимодействие с древним эгрегором, эгрегором знаний. Он древний, ему там сколько-то тысяч лет, я точно не смогу сказать возраст. Но он старше Атлантиды, старше Лемурии, еще старше. То есть еще с первых цивилизаций, которые здесь появились, этот эгрегор здесь работает. И внешний слой этого эгрегора, он как бы для всех открыт. Все, кто нуждается в защите, он всех как бы прикроет, как курица-наседка. Единственное, что долго в этом лучше не находиться, потому что пока вы под защитой, вы не получаете никаких повреждений, включая кармические последствия своих действий. Получается, что если вы под защитой ордена, ну, сейчас это орден просто за этим как бы просматривает. Если под защитой ордена вы находитесь долго, и за это время совершаешь какие-то действия и не получаете отката, то потом, когда защиту снимете, вам прилетит просто скопом. Поэтому я всем говорю, больше трех дней не надо находиться в защите. То есть три дня – это максимум, которым можно себе позволить побыть там. После этого снимаете защиту и получаете, что вам положено. Защитой пользуемся только в одном случае. Если вы понимаете, что вы уже получили повреждения, и вам нужна передышка, чтобы починить себя. Поэтому мы ставим защиту эгрегорную, вот эту вот, латаем себя это время, запускаем процессы, потоки, т.д. И как только почувствовать, что вроде нормально заработал организм, все хорошо, после этого снимаем защиту. В этом случае можно пользоваться защитой, а не так, что натворил белов и сразу под защиту, чтобы не прилетело. Это не наш вариант. И там тоже недураки работают в эгрегоре, они вас просто выставят рано или поздно за дверь, и вы огребетесь. Поэтому ограничение применения понятно, да? То есть мы всегда можем в любой момент совершить ошибки. Во сне, кстати, тоже так же работает абсолютно безграничная защита. То есть во сне, если вдруг какое-то нападение, вы понимаете, что вам нужно время на восстановление ночи, вы не проснетесь, тоже так же засчитываете защиту, закрываетесь, и все. И вас нет, и вас никто не достанет. А что у вас на левом руке? Что? Давно у вас на левом руке? Дракон? Как меня из милиции уволили. В 10-м году меня уволили, в 11-м году ее сделала. То есть пока я служила, нельзя было. Поставу. А то с чем там связано? Ну вот я всем говорю, да, что татуировка не меняет жизнь человека, не влияет на энергетику. То есть не надейте, что вы сделаете себе магические татуировки, это что-то изменит. Абсолютно ничего не меняет, никак не влияет вообще в принципе. Но, как бы вам сказать, у меня... Ну ладно, считайте, что это сказки, да, я расскажу вам сказочку. Хорошо? Сказка, фантазия. То есть драконы существовали на самом деле, существуют до сих пор просто. Они перемещаются между планами реальности. И с драконами, может быть, кто-то из вас еще имеет связь какую-то, по прошлым воплощениям где-то пересекались. Ну, то есть это видно с детства, когда человек как бы тянет к драконам, что дракон является неким таким приятным символом, каким-то таким ностальгическим. И, соответственно, периодически я с ними общалась. И о том, чтобы сделать татуировку с драконом, мне заложилось давно еще, лет 10 назад. Но я служила, поэтому нельзя было. Потом, долго ломала голову, какого дракона сделать. Потом просто мне повезло с мастером. Пришла к мастеру, сказала, цель мне дракончика. А еще девчонки мне сказали, когда я пошла, они говорят, только не делай на всю руку, делай маленьком, чтобы не видно было. А то большой это будет, как они сказали, смотреть позорно как-то будет смотреть, постремно. Не надо. Я прихожу, говорю, сделай дракончика. Он говорит, а что мелочиться? Забабахал мне на всю руку, причем практически не спрашивал у меня никакого цвета, ничего делать. Он просто сам как-то увидел, сам это все сделал, нарисовал. Я прихожу домой, говорю, ну что, девчонки, знаете, что они сказали? Они сказали, теперь твой труп можно будет легко опознать. Не потеряешься, логично. Ну, то есть они одобрили, да, все, что им понравилось. Ну, такая была реакция. А потом уже в дальнейшем, когда мне рассказывали, что младшая там ритуалила, иногда она меня просила помочь, там, поддержать какой-нибудь поток, я соглашалась, и однажды я с ней поддерживала ее ритуал, и вдруг я увидела, что у меня из этого изображения исходит дополнительный канал. Но татуировка никак не влияет на энергетику человека, никак не меняет его жизнь, поэтому не парьтесь. Вот, но еще другой момент, то есть мне давали одно время задание, как бы, как это сказать, на энергетическом плане присматривать за определенную географию, за этой сеткой, да, там, за территорией, по стабилизации земных плит. То есть вот если бы не работали над этим люди, давно бы уже были катаклизмы землетрясений, видите, как мягко достаточно все проходит. Это мягко, то, что сейчас проходит, это очень мягко. То есть люди работали, и каждому там, кто мог, им дали определенную территорию. То есть каждый смотрел за своим там участком плиты. Вот мне тоже выдали участок плиты и дали схему, ну, стабилизация по стихии. Вот этот вот крест стихий, земля, воздух, огонь, вода. И этот крест надо было наложить на себя, и по себе стихии эти проводить, и через себя вот это стабилизировать, эту плиту. И вот, ну, соответственно, показали, я одно время, значит, делала дело, потом чувствую, как бы уже меньше, то есть уже не каждый день надо делать, там, через день, ну, потом где-то раз в неделю. И потом в какой-то момент, значит, уже прошло какое-то время, я залезла и вспоминаю, думаю, блин, с какой стихии начинать-то? И тут голос мне говорит, мы на тебе шпаргалку сделали, земля. И я такая, опаньки, а я-то думала, что это я сама придумала, сама захотела, сама сделала. А мне, оказывается, заранее нарисовали шпаргалку, где у меня стихия из земли, с чего начинать практику. Нормально, да? Так что, на самом деле, ее изначальная получилась цель этой, эта шпаргалка, чтобы я знала, как запускать крест стихий, чтобы не забыла точно. Так что, вот я говорю, свободы выбора нет у нас, никогда не было, как выяснилось. Может быть, это печально, конечно, сначала, кажется. Ну, в принципе, я поогрчалась, как бы, свое время, а потом, в принципе, по голову. То есть, вместо того, чтобы ломать голову, чего делать, чем заняться, как делать, вообще не надо ничего делать, просто делаешь и все. Ну, конечно, ответственность. Ну, и потом исчезает вопрос, зачем вообще пришел, да? Конечно, я работаю. Ответственность за что? За выбор, если у него нет выбора. Выбора нет. То есть, человек как-то относится бессоответственно ко всему подправду. Любые наши действия влекут за собой последствия. Я про ответственность не очень понимаю. Любые наши действия влекут за собой последствия. Эти последствия вам могут нравиться, могут не нравиться. Но когда человек знает, что у него есть выбор, он как-то немножко думает. Когда он знает, что у него его нет, то он и думает, и не думает. Я не думаю. У меня нет последовательного процесса. В принципе. Скажите, пожалуйста. Когда вы просто бездумно, без мыслей, без выбора всего. Просто вдруг совершаете ряд каких-то действий, а потом вас отпускает, вы думаете, что это было. Да. Вот это вы инструментом были. Это инструмент. Да. А где вы участвуете в процессе и понимаете, что это ваш выбор, то есть вы согласны с этим, и вы действуете именно по своей воле, то это ваш выбор. Учителя демонстрируют силу. Вот у меня был случай, когда мне учитель говорит, увольняйся и уходи. Я ему сказала, нет, мне здесь нравится. В результате я очнулась уже уволенная. Очень обиделась на учителя, что все это произошло. Но потом-то я поняла, конечно, что он был прав, а я просто проявила упрямство. Но вот этот момент, когда тебя просто вырубило, и ты все это сделал в вырубленном состоянии, все там подписали тебе, да, ты собрался, уехал, очнулся только у себя дома в комнате. Что они обладают такой силой, что они могут просто взять тебя за шкирку и заставить сделать то, что от нее тебя требует. Это знаете, как ставить на место? Кто я? Кочевряжи, что у меня там выбор есть. Кто они? Просто взяли, помакали лицом, отряхнули, поставили в угол. Сразу после этого делаешь все, послушный-послушный, как зайка. Сказал делать, бежишь и делаешь все. И даже не задаешь вопросов, зачем, куда. Просто делаешь все. То есть, с одной стороны, можно предполагать, что там, где ты работаешь, по сути, это не важно, где ты работаешь, что ты делаешь. И одновременно с позиции твоего обучения личностного важно, чем ты занимаешься. Так что ли? Важно, как ты это делаешь, а чем нет, не важно. Важно, как. Важно, как ты к этому относишься, что ты с этого получаешь. Чем заниматься, вообще не важно. Я говорю, у меня столько было всяких работ, столько всяких должностей, чем я только не занималась. При этом везде было интересно. И вот именно до понимания, что все разобрался, все уже понял, и можно переходить к следующей работе. То есть, уже в какую-то другую деятельность. Милиция мне нравилась. Особенно первое время, когда ты понимаешь, что идешь на службу и не знаешь, что сегодня произойдет. То есть, всегда такой вот, как бы, нет подготовки такой вот моральной, да, что сегодня что-то произойдет. Адринычек постоянно. То есть, то ли драка будет, то ли там, ну, что-то, ну, разные были ситуации. И вот помните, как раз я попала в эту бучу, когда против милиционеров начали население настраивать. Когда нас, парни, боялись по форме, в принципе, в город выходить. Ну, после службы они переодевались в гражданскую одежду, потому что боялись. Потому что кто-то там по телевизору сказал, что, типа, можете избивать ментов. И реально на наших ребят нападали, избивали. Даже вот вставал потом вопрос о ношении оружия уже домой ездить, потому что очень агрессивно все это было. Вот на этот период пришлась моя служба. И как бы хорошо так отработала, много чего отработала. В общем, в целом, я бы здесь сейчас не сидела, наверное, если бы я не прошла эту службу. Потому что до службы в милиции я говорила очень тихо, я боялась смотреть людям в глаза. И, в принципе, не умела разговаривать. Просто подготовка получилась. Подготовка была шикарная, да. То есть докопаться на улице до незнакомого человека, я все время так про себя, так, я представитель исполнительной власти. То есть надо, да, вот, ну, у нас там, нам говорили, надо там за сутки, да, за смену проверить столько-то человек. То есть если ты не проверяешь людей, значит, ты не работаешь. Вот, да, как это все. Прекрасная была школа, на самом деле. И вот это говорить, что тихо нельзя говорить в милиции, да, надо командный голос вырабатывать, четко говорить. Так что я прошла хорошую подготовку, прежде чем прийти сюда. То есть мне это очень помогло. Так что вот, не важно, где и чем вы занимаетесь. Важное, что с вами происходит при этом, как вы меняетесь. У меня были такие работы, где вот именно с брезгливостью я работала, да, вот это все, отвращение всяческое. Вот это вот осеменитель, например. Там просто по горло в навозе, ну, там. Потом просто тоже смешно становится, уже весело как-то так. Вся вот эта работа. Где только не работала, в общем. И везде доводишься до состояния, что это начинает нравиться. Общественные туалеты, да, вот эти общественные туалеты, что это такое, да. Приходишь, там все. Вот. Тоже сначала меня чуть ли не блевало там над каждым манитазом. Потом вот как-то, ну, переосмыслила, пересмотрела. Начала к этому относиться, как творческая работа. Что-то вот приходишь грязно, а уходишь, все сверкает. Прям вот еще так обернулся, посмотрела, думаешь, боже, какая я молодец. И уже вот, ну, как бы по-другому ко всему этому относишься. Вот. Прямо блоки вот только снимаются, снимаются. То есть приходишь на работу, отработал. На другую идешь. И в зоопарке я работала, и в охотхозяйстве работала. Стреляла птичек, всяких зверушек охотилась. Ну, я как себя настраивала, что-то я беру ружье, да, я настраивала, что зверушка, которой не суждено умереть, она не попадется мне. Попадется та, которая как бы и так суждена умереть. Рано или поздно, да. Вот. Поэтому я стреляла совершенно спокойно на зверушек. А какого у вас, наверное, это было? На какой? На зверушек. На зверушек? Ну, я где-то охотилась, сколько, недолго на самом деле. Меньше года. Потом я забеременела, и ребенок у меня был категорически против. Что при попытке убить какую-нибудь зверушку, у меня там такие спазмы случались, что мне пришлось отказаться от ружья, от охоты, от убийств. И с тех пор я не убила пока нервную зверушку. Но навыки есть. Навыки остались. Я стрельбой занималась достаточно долго, стендовой стрельбой и в милиции потом с пистолетом. После травмы, когда у меня левая рука отнялась, она упражнение, так называется, стрельба с двух рук. Но мне разрешили стрелять с одной руки, я все равно побеждала в соревнованиях. Никто не обращал внимания, что у меня левая рука болтается, не слушается. Ну ничего, все работает, все прекрасно. Ну немножко затормаживается, но работает. Восстановила себя сама, врачи отказались. Они мне предложили операцию по замене позвонков на титановый сплав. Сказала спасибо. Ну как бы вот справилась сама. Все выправила, все заработала. Долго? Месяца полтора, наверное. Как только меня уволили, я сразу решила, что зачем мне эти травмы, которые я вынесла со службы, решила, что я полностью восстановила. Все заработала. Руки работают, ноги работают. У меня была хромота на правую ногу, порвала связки, они неправильно срослись. И левая рука не работала совсем. Было бы желание. Шарик дайте? Связками нет. Они срослись неправильно. То есть я пришла в травму, у меня нога такая распухшая. Они говорят, ничего не надо, рентген не надо, гипс не надо. Это просто постоянное растяжение. А потом оказалось, что ничего не делала вообще. Потом оказалось, что это все-таки было не растяжение, а разорвались связки, они срослись неправильно. Нога криво получилась. При ходьбе не гнулась вообще стопа, получается, срослась. Я очень помню, сдавала нормативы, все на одной ноге. На меня тоже кричали, но я говорю, ну не кнется нога, я как вам буду сдавать. Ну принимали нормально. А потом уже, когда достала меня эта хромота, думаю, надо что-то делать, пошла в динамическую медитацию, организму объяснилось, что мне надо выправить ногу. И просто, ну, как я всем рассказываю, в динамической медитации, организм не ожидаешь того, что он вытворяет. Меня просто скрутило, ну то есть поставило меня на колено. Короче, скрутило меня так, чтобы порвать стопу. Просто боль, хрязь, связки опять разорвал. После этого динамической медитации выправил. И потом, ну, достаточно быстро все срослось, и все, хромота исчезла. Вообще нету. То есть все связки правильно срослись. А динамическая медитация что-то? Это просто, когда расслабляешься, начинаешь слушать организм, как нечто вот такое отдельное от себя. И объясняешь ему поставленную задачу, что требуется от него. И он начинает двигаться сам, независимо от нашей воли буквально. Ну, вот говорю, самое удивительное, что происходило в динамической медитации, то есть есть, помните, внешние и внутренние потоки. На внутренних это исцеление. Например, когда у меня в Индии, да, у меня дико заболела голова. Ну, то есть сместилась там опять, бывает, смещается, голова заболела. Я забегаю в номер, у меня ни таблеток, ничего там, как? Я ему говорю, быстренько, быстренько, мне вправляй позвонок, мне надо это занятие вести. У меня просто вот ощущение, что просто мне подножку подставили, я падаю на колени, со всей дурью и лбом бьюсь о постель, ну, слава богу, а мягкая, да? Раздается хруст, позвонок вправился, я такая, что это было? То есть обиделась, конечно, ну, так, ну, просто неожиданно. Вот, но зато он выполнил команду, быстренько вправил позвонок. Голова сразу прошла, все. И можно было вести занятия. А на внешних потоках, вот что самое удивительное, которое вообще невозможно объяснить даже с помощью логики, мне раньше переводили деньги на разные там эти банковские системы. Вот, я в Москве, значит, там, в переездах, я металась-металась по банкам, нигде нету. Потом я организму говорю, мне нужна эта банковская система, все. Я отпускаю организм, и он пошлепал, так, спокойно, уверенно, куда-то идет, я, значит, еду на нем. И он приходит просто к банку, я так глаза поднимаю, система, как он это сделал. То есть здесь не было параметра поиска, там, адрес, место, банк даже не был в параметре поиска. Была банковская система в параметре поиска, он нашел, вот организм нашел. То есть я всем говорю, что, помните, то, что ученые до сих пор не знают, как работает механизм перелетных птиц, как они находят, куда им нужно лететь и как возвращаться. То есть до сих пор не раскрыто. Они там, да, предположение есть, что там магнитная болезнь, все такое прочее, все это полная ерунда. Я считаю, что пока ни одна версия не была подтверждена. А вот то, что наши организмы и наши тоже, в том числе, тоже обладают точно такими же свойствами, как перелетные птицы, то есть мы им задаем параметры поиска и отпускаем от организма. Он сам приведет вас куда нужно. Попробуйте, это же несложно. Это можно в пределах квартиры, например, что-то найти, какие-нибудь энергетические потоки, еще что-то, куда постель поставить, спросить у него. Это можно в пределах города, только аккуратно нужно смотреть, потому что организм несет. В принципе, я его приучила. Сначала он несется по прямой. Первые разы, когда я его запускала, он все время по прямой. Представляете, в городе по прямой, сквозь дома. Потом, соответственно, когда уже понимаешь, что приспосабливаешься к этому движению, просто объясняешь ему, что надо как-то выбирать дорогу. Поэтому и по лесу уже не напрямую, сквозь дерево он пытается пройти, все-таки обходит. И по городу тоже, по крайней мере, по пешеходным переходам даже пользуется. То есть можно приспособиться. Но вот действительно, сколько я пользовалась, это удивительно. Когда ты в каком-то месте находишься, если ты потерялся, просто говоришь, мне надо туда-то, туда-то выбраться. И все, просто идешь, он сам идет, то есть идешь, идешь. И вдруг раз, как он это делает? То есть держишь как бы в голове адрес, куда тебе нужно, или вот какой-то вот, ну, какой-то параметр поиска. То есть птицы, скорее всего, так же. Они держат в голове вот этот образ, ну, или вожак, скорее всего, кто ведет за собой стаю, держат образ пальмы какой-нибудь, да, там вот этого теплого места, и все. И он летит, все за ним летят, он к этой пальме строго прилетает. Ну, если на юг летит. Ну, пробовала, но я не пробовала так масштабно. Сейчас надо просто идти на территорию города. Приделать магазины, квартиры, работают. То есть не задаешь? Работает. Вообще работают. Даже продукты, выбирать какие продукты, овощи, реально, те же арбузы, я реально не знаю внешне, не знаю, как выбрать. Я делаю запрос, и все, и к этому, и все. Вот, вот, вот. А теперь я просто масштаб взять побольше. Задачу, задачу, задачу. Да, да, то есть вот здесь вот буквально наглядно мы видим, да, что магия существует, совершенно необъяснимая, это никакой логикой, никакой наукой объяснить нельзя, но оно работает, оно есть, и оно работает. Это же здорово, это же чудо. А нам нужны эти чудеса, чтобы нам, ну, как бы, некие вот такие, для мотивации, да, потому что иногда уже у нас все-таки состояние впадает, что все, чем мы занимаемся, это полная фигня, что-то такое невидимое, может быть, этого нет, а вдруг я себе вру, а вдруг все врут. А когда вот такие моменты ты видишь, ты понимаешь, что все это есть, это работает. Просто. То есть лучше. Вот этот тонкий миланс. Еще куда руки и пространство. Вот вы черпаете всю жизнь. Скажите, откуда и куда вы черпаете? Вот если бы вы не черпали, вы бы умерли давно уже. Вот вы черпаете всю жизнь. Скажите мне, откуда и куда? Приходится делиться, да. Чего делать? Делиться. Делиться не хочешь? Делиться. В смысле делиться? С кем? Со всеми. Отравись моей энергией, да? Это как? Зачем вы это делаете? Подождите, вот вы родились, и сразу у вас такое понимание, надо черпать и делиться. На, вот тебе, тебе, так что ли? Не с рождения. Вы не с рождения, вы прочитали книжку, и только с этого момента вы начали делиться. А до этого что вы делали? У меня вопрос. Как вы черпали? Вы же живой. Значит, вы всю жизнь черпаете оттуда. Как вы это делали? И куда вы направляли? В руки, в ноги? Вот. Вот так и дышите. Как вы дышите? Вы что, отслеживаете, как диафрагма поджимается, как давление разница меняется, как лёгкие расправятся? Вы прям всё это контролируете? Конечно. Вот и дышите. Не надо париться, куда что идёт. Смысл цигуна в том, что мы наслаждаемся дыханием, движением и всё. Не надо париться, как это идёт, куда идёт, на кое. Если оно всю жизнь шло, что изменится от того, что вы будете себе стрелочками рисовать, как энергия идёт? Что вы умнее станете, чище, здоровее что ли будете? Тут суть в чём? Именно что мы, когда делаем вдох, мы делаем выдох. Вот и всё. Вся разница, всё понимание. Что нет такого, что мы накапливаем воздух. Вдох, 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 никому не отдам. Мне же надо накопить, удержать, на чёрный день сложить. Вы умрёте. Очень быстро. То же самое с водой вы сделаете. Воды побольше, побольше, побольше. Вдруг на чёрный день воды не будет, тоже помрёте. Если вы будете кушать, 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 и не отдавать никому, вы тоже долго не проживёте. Напряжение, расслабление. Жаркое, холодно. Сжатие, расслабление. То есть у нас всё время должно быть движение. То есть не должно быть всё время сжатие, не должно быть всё время расслабление. Должно быть чередование, движение. Мы чувствуем энергетическое пространство, мы двигаемся, мы взаимодействуем, мы всё это любим, мы всему открыты. Вот это принцип цыгуна. Движение, река, горный поток, воздух, что угодно, движение. Всё, больше ничего не нужно. Всё остальное – это нюансы. То есть для мастера, может быть, да, он там может своему ученику… Ну вот как вот меня попросили в Париже, говорит, откройте здесь филиал. Я говорю, нет, у меня там человека, который понимает, что я говорю. Он говорит, ну вы ему инструкции оставьте. Я думаю, что вот эти стрелочки – это как раз инструкции. То есть когда ученики довели учителя, говорит, нарисуй нам, как это работает. Он нарисовал инструкции, чтобы подстали. А по этим инструкциям невозможно сделать практику. То есть он же не может сказать просто дышите, да и всё, и отвалите от меня. Им уже надо пошаговые стратегии, им уже надо схемы. Вот я сегодня с этого начинала. Потребность наша в схемах, понятия, куда, чего. У меня же иногда спрашивают такие вопросы. Как нарисуйте нам канал, как он устроен. Какая разница? Ну шланг, трубка, провод. Вообще ничего. Световой поток. Вообще никакого канала не существует на самом деле. Это просто схема, по которой мы примерно складываем в голове понимание, как мы взаимодействуем с окружающим миром. А самого канала не существует. Нигде. Чакры тоже. Нарисуйте нам чакры. Да, я вам могу показать схему действия, но чакры не существует на самом деле. Есть просто энергетическое взаимодействие с миром. И, соответственно, в энергии вокруг нас несколько диапазонов частотных. Соответственно, в нашем организме тоже есть на каждый диапазон частотная настройка. Условно говоря, вот эта чакра называется. Но самой структуры чакры её нет. Её, в принципе, нет. Можете это представить себе? Что не существует никаких чакр, меридианов и всё такое прочее. Это просто схема. Как химическая формула элемента, как электрическая схема, чего на самом деле нет. Так что просто дышим и кайфуем. Двигаемся и дышим. Двигаемся с дыханием, в такт дыхания. Ручки подняли на вдох, задержали дыхание, на ручки посмотрели. Ручки опустили на выдох. Как и грязь было. Да помните, вот в советское время включаешь там в 6 утра, ты граешь, и там внутренняя зарядка. Тот же цигун же был. На вдох ручки подняли, на выдох ручки опустили. Советский адаптированный цикл. То есть не надо усложнять, лучше всё упростить. То есть просто, когда вы понимаете, что какая-то практика вам кажется до невозможности сложной, то возникает вопрос. Кундалини, да, это получается, что вот в нас заложено, да, вот этот вот резерв силы, чтобы через миллион лет родился какой-нибудь гуру и объяснил нам, что с ней делать. Так что ли? Ну это же бред. На самом деле всё это природное должно срабатывать природно. Само по себе должно срабатывать, само пробуждаться, само включаться, само активизироваться. Почему мы делаем принудительно? Потому что живём в искусственных условиях. В искусственных условиях нужно научиться жить, просто жить. То есть вот просто, жили же в деревне немножко. Вот помните разницу, вот в деревне и в городе, в чём разница? Там много в чём, нюансов много. В деревне всегда что-то делают. В деревне всегда что-то, да, происходит, всё время какие-то чувствования, глюки что-то показалось там домовой леши там вот эти все банники да все там что-то все живет все живет там дерево живое разговаривает растения живые там земля живая там хрюшка живая все живое мы приехали в город все искусственное пластик металл синтетика вокруг нас под ногами асфальт под ногами пластик опять же подошвы изолированные все такое прочее вот и разница вся то есть ничего в общем необходимость школах на самом деле нет если будут люди жили в природе люди жили бы в гармонии с собой с миром то не надо было вообще никаких вот этих занятий поэтому я всем и говорю в идеале мы базовые упражнения вообще не делаем мы просто живем и все то есть вот эти упражнения все это просто пошаговой стратегии чтобы маленечко как бы разобраться в этом я всем говорю да что мы не делаем базу мы их изучаем мы изучаем себя вот в этих состояниях что я делаю что яри как я реагирую на эти состояния все нам больше ничего не нужно а когда мы разобрались себе поняли свои какие-то слабости свои какие-то проблемы то дальше мы уже упражнение вообще не делаем мы просто используем свои слабости для того чтобы войти в нужное состояние силу используется как бы и она сама по себе уже сама себя использует поэтому нам нужно именно слабости используются обнаружили в себе например трусость Значит, бойтесь думать, например, как вариант, обнаруживая себе лень, ленитесь думать, ленитесь отвлекаться, ленитесь фантазировать, заинтересуйте себя тем, что вас окружает, окружите себя какими-то предметами, которые вам будет интересно в руки брать, трогать, смотреть, больше гуляйте, двигайтесь, найдите себе повод лишний раз выйти на улицу, дойти до какого-нибудь дерева, повниматься с ним, вернуться домой, ну то есть вот такие моменты. Если вы так будете жить, внимательно, вот именно включенно, то никаких упражнений делать не надо вообще. Упражнений это вот для разгона, так же как цигун, да, вот я сначала просто монотонно делала эти упражнения, просто делала, 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 не понимая вообще, что это, зачем мне это надо. А в какой-то момент же пришло понимание, и всё, с тех пор я уже не делаю эти упражнения, потому что оно и есть, то есть круглосуточно во мне цигун, постоянно. В то, что я говорю, дышу, двигаюсь, кушаю, всё это цигун. Так же и магия. Не надо делать магических упражнений, надо просто стать всем этим. И магия будет в вашей жизни. Ну как вот говорил уже, сегодня не упоминала, как я всем говорю, это факт, на самом деле, кто смог, они все подтвердили, что это факт. То есть вот мы с вами живём в некой иллюзии, то есть мечтаем о магии, о том, что всё это существует, что человек может влиять на мир. Ни один человек на самом деле не может повлиять на мир вообще никак. Мы можем взять и переделать, то есть взять готовый и переделать. А чтобы создать что-то, чтобы повлиять на что-то, это мы не можем. То есть в принципе мы используем только то, что имеется. Если мы откажемся от этих иллюзий, сделаем упражнение, добровольно откажемся от фантазии, от мечтаний, от планов на будущее, от знаний, от этого состояния. И вот помните, да, по тестам, если понять, что мы добились, ощущение, что мир вокруг нас, который нас окружает, какой-то чужой становится, незнакомый, такой неинтересный, в нём нет магии, такой банальный, совершенно серый какой-то мир, обыденный такой. То есть становится немножко грустно, что вот в моих фантазиях-то там всё прекрасно, там единоройки бегают и драконы летают, а тут вот оказывается, что ничего нет этого, всего этого нет. Вот. И в этом состоянии нужно пожить. То есть здесь вот, ну я это называю временной барьер, то есть фактор времени. Просто чем дольше, тем лучше. Мы просто себя уговариваем, ну допустим, ради эксперимента, ради любопытства, просто пожить в этом. Вот сколько сможете пожить. Здесь просто вот вопрос времени. Кому сколько времени, я не смогу сказать, да, это надо экспериментально вычислять, кому сколько времени нужно. Мне, например, два часа нужно на любое упражнение, чтобы добиться результата. Поэтому вы-то у себя тоже высчитываете, сколько вам нужно времени, чтобы добиться результата. И мы вот в этом состоянии живём. Не мечтаем, не фантазируем. То есть нет фантазии, прямо можно себя одёргивать. Нет никаких фантазий. Визуализации не допускаем, что нет, это объекты ложные, искусственные. Воображение не допускаем, что воображение это вообще просто вот наложение картинки какой-то, да. Есть только вот твёрдая материя, вот атомы там, что-то материя, что-то твёрдое, какие-то поверхности. И только это есть, и всё. Всё остальное нет. Причём и знания тоже выкидываем, что никаких чакр не существует, никаких там хранителей, учителей тоже выкиньте. Вообще всё этого нет, это всё полный обман. Есть только вот то, что есть. То есть есть воздух, которым я дышу, это факт, от этого не отвертеться. Есть стены, да, я могу их потрогать, убедиться, что они есть. То есть мы держимся вот в это состояние, вот этой трезвой реальности, с отрицанием буквально всего, держимся здесь, ну, по времени, сколько вам нужно. Проходим этот временной барьер, то есть вот время какое-то проходит, и вы прям почувствуете, как вот некие действительно будет ощущение, что как будто прорвало, что вы прошли этот барьер, прорвало, и вдруг... Рассказывайте дальше, вы сами увидите. И вы увидите, мир, ну, не таким, какой он есть, а немножко другим вы его увидите. То есть прорвёт вот эту блокировку психологическую, которую вам, ну, как бы сами поставили давным-давно. И вы вдруг увидите, что, да, это материя, но она светится. Энергетическая структура материи, такая ячеистая, тоже достаточно красивая. Вы увидите, люди, что это люди, это не просто тела, организмы, что они светятся, что в них, в каждом человеке космос, целый космос. Если настроиться на любого человека, вы проваливаетесь в огромный космос, бесконечный какой-то. Ну, кто проходил пространство души, помните, да, что там действительно космос. Вы вдруг почувствуете, что этот мир, он не просто там в нём есть магия, а он весь пронизан энергиями, которые и есть магия. То есть вот это вот, особенно весной, хорошо вот это вот чувствовать, когда пробуждается природа, пробуждается деревья, вы будете слышать, как растёт трава. И она не просто вот с каким-то звуком растёт, ещё с каким-то таким вот свечением, с какой-то информацией, с такой вот. Ну, не эмоции, конечно, но что-то вы будете испытывать. Как дерево просыпается, когда в нём начинают журчать вот эти потоки. Каким шумом, с треском листики распускаются, тянутся, да. Вы будете слышать растения, вы будете слышать животных, вы будете слышать всех духов стихийных. То есть всё будет с вами разговаривать, такой вот, как ЛСД, такой вот эффект. И вы поймёте, что магия есть, настоящая магия, но она не внутри вас, она снаружи, не в ваших фантазиях, не в вашем воображении. Она вся снаружи, причём во всём она есть, в любом объекте, в любом предмете. С этого момента вы освободитесь ещё от многих иллюзий. То есть вам не нужно будет, ну, во-первых, понятие места силы исчезает, да, любое место, какая разница, какая география планеты, всё та же самая. Предметы заряжены, там ещё что-то, это всё исчезнет из вашей жизни. Потому что любой объект можно увидеть в нём энергию, использовать там для своих каких-то целей. То есть не надо специально заряжать предмет. Особенно, если предмет заряжал другой человек, вообще к нему прикасаться нежелательно, ни при каких условиях, и не брать его в руки, не использовать. То есть для себя лично только заряжать можно быть предметом. И вы поймёте, что заряжка предмета – это вверх элементарно, а во-вторых, это достаточно примитивная техника на самом деле, которая вам не нужна. Но иногда бывает, что, ну, как, или по привычке мы это делаем, или по какой-то внутренней потребности, может быть, как некая закладка способностей будущего. Ну, как пример могу привести, например, предметы, ну, машина. Самый, наверное, такой вот яркий пример – это машина. Мы понимаем, да, что у меня, например, машина новая была, да, с конгейера, и я сразу как бы решила, что я не буду её оживлять как предметом, наделять её какими-то свойствами я не буду. Ну, кто ездит на машине, все знаете, да, разная бывает ситуация. Где-то застрял, где-то вляпался, где-то безблизи. Ты понимаешь, что тут как бы и не хотел бы её оживлять, но вариантов нет. И начинаешь её уговаривать, ну, протяни ещё немножечко, ну, давай выберёмся, ну, заведись ты уже. И мы начинаем её наделять энергией, образуется что-то не душа, вот то, что я наблюдала, как это делается, это не душа образуется, а что-то типа такая пародия на душу, но тем не менее создаётся энергетическая структура. Я её сделала таких из золотых таких нитей. Формируется структура, и вот она в машину встраивается, машина реально потом после этого живая делается. То есть с ней можно разговаривать, она действительно слушается, она делает то, что вот, ну, реально, сколько... То есть у меня было два случая, конкретно, когда я заснула два случая. То есть и когда уже не было шансов выжить, в принципе, не было. И машина спасла. То есть она упиралась там, ну, представьте, что она упиралась настолько, что у неё, то есть тормоза, ну, то есть я сплю, я на тормоза не жму. Как вот машина смогла это сделать? Она сняла с себя шину, развернула её на диске поперёк, и вот так вот ехала. И после того, как я проснулась, я нажала на тормоз, мы уже тормозили вместе. Я когда вышла и видела вот эти шины, я там всех, кто был рядом, я спрашивала, это что? Они говорят, не знаем, что это. Я говорю, как это? Что это было? Почему шины-то поперёк стоят на дисках? Почему всем рассказывала? Да, я перед этим видела это во сне, что у меня шины развернулись на дисках. Я как раз Мельников тогда был на Адге, у него сонно морскало. Я говорю, как думаешь, что это такое начало? Ну, это вот символика трансформации сознания. Я так думаю, что-то у меня не складывается шина с трансформацией сознания. А потом, когда я уже вот это вышла, я ему звоню. Я говорю, помнишь, что я рассказывала, что шины развернулись? Я говорю, это не символика трансформации. Он говорит, что съехали шины? Я говорю, ну, машина участвовала активно в процессе торможения. Вот, то есть здесь вот как бы не хочется порой создавать таких сущностей, а пришлось. Ну, перед тем, как её сдать в металлолом, я её развоплотила. То есть так же, как создаёшь, слушай, так же и развоплощаешь. Просто берёшь эту структуру, рвёшь её, и всё. Мы про ритуалику вчера рассказали. Тогда на том же летнем семинаре мы ритуалику что-то затрагивали. А я на заводчик, только сейчас на пятом курсе, соответственно, его не было ещё. И у меня там через какое-то время такая ситуация, что я понимаю, мне побалде там дали вот это, там что-то на жеки вжгли. Я думаю, ну всё, время пришло, вот сейчас я проверю. И что-то я лёг поспать, просыпаюсь, думаю, а что мне, зачем мне это всё делать? Вот я как-то так хоп-хоп, и всё, у меня даже потом не было вариантов это всё. И вот, ну вот, переосмыслив, и ушло. Всё, верно, всё попробовать нужно, чтобы понять просто, что нам это уже не нужно, потому что мы это знаем, и мы теперь на другом уровне уже всем этим управляем. У меня даже попробовать не получится, а прям захотелось бы, ну сейчас, прям сейчас. Ну попробуйте, никто вам не запрещает, можно в какой-то момент. Ну, на самом деле, работать руками иногда интересно. Это, в смысле, ритуалить? Да, ритуалить. Можно же борщик сварить, да? Можно, да, борщик сварить, замечательная приворотная жизнь. Скажите, пожалуйста, а какой должен быть в норме сон? Крепкий? Вот, я, например, у меня тело спит, а сознание у меня отключается. Это нормально? Это нормально? Да. То есть к этому нужно просто привыкнуть и сказать, что это нормально? Да, это нормально. То есть сознание, сон не нужно? Нет, сознание, сон не нужно. Это мы просто теряем сознание, когда вот в открытии сознание. То есть, в принципе, мы к этому и придем со временем, круглосуточное восприятие. То есть во сне понимаем, что это сон, понимаем, где тело наше, что вокруг происходит. И когда мы наяву перестаем мечтать, фантазировать, то и во сне у нас не будет никаких картинок. Мы просто созерцаем либо темноту, либо пустоту, там, космос, или просто где-то рядом болтаемся. Ну, не отключаемся просто. То есть количество для сна уже такое 5-6 часов, иногда 4-5 часов. Да, да. То есть самое главное, для чего мы спать ложимся, чтобы отдохнуть. Чтобы отдохнуть, нам нужно 30 минут абсолютного расслабления тела. То есть телу только отдохнуть нужно. Мозг не отдыхает, мозг не отключается, слава богу. Сознание тоже не устает, ему не нужно отдыхать. То есть нам нужно только, чтобы тело отдохнуло. Но 30 минут абсолютного расслабления, этого достаточно, чтобы полностью отдохнуть. То есть можно в том числе жить, например, в течение суток, там, 2-3 раза, может быть, 4 раза, по полчаса абсолютного расслабления. И можно вообще не спать. Либо подряд где-то 3-4 часа, а данным достаточно, либо вот урывками по полчаса. Вполне можно. Вот на погружение как раз такой режим же входим, когда спим урывками. Или не спим долго и нормально себя чувствуем. Так что 8 часов нам точно не нужно. Все нормы, которые вы видите, что столько-то есть, столько-то пить, столько-то спать, это все нормы для всех, скажем так. А у нас что происходит? Мы с вами меняемся на уровне энергетики, на уровне психики, на уровне физиологии. Поэтому у нас другие нормы. То есть у нас вообще нет норм. Любые нормы – это ограничения. У нас нет никаких норм. Поэтому, в принципе, самодисциплина – это что? Это когда мы довольно жестко распределяем свой распорядок дня. То есть утром просыпаемся, да, прикидываем, сколько за день нужно успеть каких-то дел. Помимо повседневных, еще вот энергетических каких-то практик, психологических практик. Мы это стараемся, ну, естественно, переплетая вместе с обыденными делами все сделать. И при этом я считаю, что все-таки режим какой-то строгий по часам придерживаться не нужно. Потому что у нас получится, опять же, нет никакой свободы. То есть он как у собаки Павлова будет, да. Время обеда наступило, у нас желудочный сок выделяется, да. Вот я считаю, что он должен выделяться тогда, когда реально организму как бы нужно. Не потому что мы видим какой-то продукт, да, или кто-то ест. Вот именно надо по потребностям, надо. Вот как анекдот. Помните, я вам рассказывала, наверное, когда корпоратив, вечеринка, там, этот, вот, он спрашивает, что ты не ешь? Он говорит, ну, не хочу. Опять сейчас какой-то время к ним подходит, что ты не ешь? Он говорит, ну, я когда захочу, то дай ем. Он говорит, ну, ты животное. Вот люди чем отличаются от животного, да? То есть у нас нет никаких норм, никаких ограничений, никаких жестких установок у нас по потребности. Как вот нам надо дышать, так же и все остальное. То есть и, естественно, не обязательно, ну, делать, ну, как положено все, как положено. То есть вот норма, это не для нас. Поэтому от всего этого отходим постепенно. И по сну тоже, вот, 8 часов, ну, реально, это очень много на самом деле. Куда столько? 2-3 часа предостаточно. Ну, разберетесь сами со временем. Куда девать освободившееся время? Работай, непочаток, край. Как я всем говорю, если у вас бессонница, не можете уснуть, медитируйте. Сразу вы сняете. Никакие проблемы. Ну, что? Как? По ощущениям. Ощущения, вот, помните, что мы часть внимания держим, ну, как бы, за тем, что внутри происходит. Какие-то вибрации, тепло, жжение, всплески, напережения мышц. Все за этим следим потихонечку. Следим, отслеживаем. Ну, я, по крайней мере, постаралась максимально дать вам информацию, как на это реагировать. Если вы не услышали, ну, соответственно, будете на своих, уже на своей практике все это изучать. Что с нами происходит? То есть, помните, боль в области спины, в области ребер, например, некоторые считают, что у них сердце болит от практики, от практик, сердце не болит. Боль здесь, это скорее зажатые нервы межреберные, вот это вот нейрология, да, это когда зажатые нервы вдоль позвоночника. То есть, помните, первый удар энергетически всегда приходится по нервной системе. То есть, если вы вдруг по какой-то причине, вдруг качественно расслабились, и энергии пошли более бурно, как бы, то есть, резко увеличили, увеличение нагрузки на энергосистему произошло по какой-то причине, много, может быть, причин, может быть, ничего специально даже не делали, занимались своими делами, вдруг что-то случилось, ну, там, не знаю, эмоции испытали, запах вкусный попался какой-то, или мысль какая-то, или осознание чего-то, понимание, и вдруг, соответственно, вы на этой волне пропустили через себя больше энергии, чем нужно. Если возникает боль в области спины, в области позвоночника, значит, мы просто понимаем, что нужно добавить динамическую медитацию. Помните, у нас три аспекта, да, у нас динамическая медитация – это физическое управление позвоночника, шарик гоняем, это энергетическое, как бы, энергоснабжение позвоночника восстанавливаем, и визуализацию вот этого программы, помните, вставляли позвоночник в себя, вот, то есть, это делаем, и позвоночники нужно поправлять обязательно, то есть, если боль возникает из-за практик, например, да, вот у нас все же из-за практик случается, допустим, делаете упражнение более интенсивное, и вдруг начинает болеть, ныть в области спины, в области, вот, по ребрам, по конечностям, может быть, плечи, шеи, голова, по ногам проходит такой сигнал, то есть, это зажатые воспаленные нервы, не дай бог, да, то есть, какие-то процессы воспалительные в нервах. В первую очередь, мы сначала нервы освобождаем, то есть, делаем эти упражнения, помните, если сильное воспаление, то вы запускаете динамическую медитацию, тело замерло, сковалось, не шевелится, это нормально, то есть, продолжаем делать практику, ну, стоим, значит, стоим, там, можете почувствовать, что микродвижение мышц происходит, то есть, что он высвобождает зажатый нерв. В мере того, как нерв освобождается, движения будут дня, и тело начнет двигаться, то есть, вот это вот, ну, и 2-3 дня стоять, да, понимаете, да, минут 5-10 в сутки, вот, потом тело начнет потихонечку двигаться, высвободился нерв, вот это воспаление потихонечку снимается, и нужно выправить, чтобы больше не зажимался, ну, какое-то время нерв, то есть, обязательно выправляем позвоночники. Если во время практик ощущение такое простреливает прям вот по коже, больно бывает, как будто колючки, как будто там опилки в одежде, прям вот колется, чешется, это тоже нормально, это сигнал проходит от центральной нервной системы, и вот на коже выходит в виде таких вспышек, вот, ничего страшного там нет, ну, может быть, неприятно местами, когда вот это покалывает, но просто, чтобы вы для себя понимали, что это не патология, это нормально все. Ну, то есть, по какой-то причине там идут сигналы, то есть, нормально к этому относимся, все хорошо, все правильно, ну, подергались, ну, почесались, ну, ничего страшного, пусть проходит. То есть, идет сигнал больше, чем обычно, по разным причинам, в том числе, вот, процессом мутации, вот этих вот изменений, то есть, усилилось напряжение, ну, пусть идет, пусть покалывает. Помните, только вибрация, вот, если появляются мурашки в какой-то одной зоне, нежелательно, нужно заставить себя разогнать мурашки по всему телу, то есть, чтобы бегали везде, потому что, если мурашки где-то в одной только зоне появляются регулярно, это значит, опять какое-то зажатие, зажатие мышечное, нервное зажатие, сосудистое, либо энергетическое, то есть, заставляем, чтобы мурашки разбежались по всему организму. Можно руками помогать, растереть, похлопать, там, потыкать пальцами по этим, по болевым точкам. Вот, ну, и эндокринная система, помните, что если во время практик у нас начинается вот эти вот, помните, первый такой хороший сигнал, который для нас позитивный, это из-за любых практик у нас возникает ощущение кайфа, то есть, вот, первое, это вот нормально, значит, если даже физическое действие вы делаете, там, не знаю, пол моете, посуду, то есть, первое движение, вот, хорошо бы, чтобы это был кайф, что от, ну, делайте хорошее дело, там, чистоту наводите, да, чтобы это прям порадовало вас, это первая реакция. Потом у нас мы понимаем, что последующие реакции, они могут быть разные, здесь самое главное не циклиться на них, то есть, мы понимаем, что пошла нагрузка на эндокринную систему, поэтому перепады настроения, то хорошо, то непонятно, то тревожно, то спокойно, мы прям можем почувствовать, что вот, внутри эта эндокринная система, да, и вот энергии идут, это все как бы подергивают, выброс идет гормонов, и здесь самое главное понимаем, что любой гормон, в общем-то, любой, он заставляет кровеносную систему работать более интенсивно, чтобы разнести этот гормон, да, что, ну, ускорение каких-то процессов, обменных процессов, энергетических, физических процессов, организм реагирует, соответственно, там, желудок, кишечник, ну, знаете, да, на адреналине кишечник хорошо опорожнять, чтобы быстрее бегать, да, там, если какая-то опасность, то есть, один из вариантов избавления от запоров, это напугать себя и в туалет, или сразу в туалет пойти, а потом запугать себя, вызвать у себя какое-нибудь ощущение тревожности, беспокойства, то есть, организм реагирует, всегда реагируют на гормоны, мы здесь понимаем, что это хорошо бы изучить на себе, как это реагирует организм, и поддаться, вот, согласиться, вот эта позиция смирения, такое согласие, доверие, что гормоны что-то делают с организмом, нам не надо знать, что, нам главное не сопротивляться, не зажиматься, а позволить, чтобы это всё бурлило, бегало, топталось по вам, то есть, чётко понимаем, что первая реакция, что у нас пошёл процесс, это позитивная обычно, то есть, бьёт где-то по низу организма, не удержим это состояние, вот, если пошёл кайф, стараемся насытиться им прям всем телом, потом у нас начинаются перепады эти настроения, причём очень быстро, вот, можно одновременно почувствовать, убедиться, что на самом деле не перепады это настроение, а все разом у нас, как бы, настроение получается, просто внимание иногда не может, всё разом, поэтому интерпретирует по очереди, вот, либо по очереди, либо всё вместе мы это можем почувствовать, и дальше наша задача с этим играть, отпустить тело, отпустить дыхание, отпустить страхи и просто в это поиграть, то есть, двигаемся, если нужно двигаться, если хочется двигаться, двигаемся, дышим расслабленно, смотрим по сторонам с любопытством, с удивлением, с открытиями какими-то, то есть, пользуемся моментом. Не каждый раз у нас это получается, но когда получается, надо прям по 100% использовать, насколько успеете состояние. Потом забудетесь там, заиграетесь, какие-то дела появятся, но постепенно всё будете больше и больше играть в это, и всё, всё наладится. Субтитры создавал DimaTorzok